ЧЕРКЕССКАЯ Доброе утро. На календаре четверг, 19 мая. В студии Рита Нерова и вот некоторые события республики. Официальная хроника. В Москве руководитель Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент Российской Федерации Владимир Путин. Госсовет был посвящен обсуждению вопросов развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в стране. Подробный комментарий сразу после выпуска Вестей. Полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов дал интервью Интерфаксу, в котором рассказал о приоритетных направлениях социально-экономического развития Северокавказского федерального округа и противодействии коррупции. По его словам, в непростой социально-экономической ситуации особый упор делается на развитие туризма и курортного направления. Второе направление – это развитие предприятий, которые могут поддержать инициативы, изложенные в маяских указах президента страны. В реализации этих тезисов, в частности по переселению граждан из ветхого жилья, лидируют два субъекта – Карачаево-Черкесия и Ингушетия, сказал Меликов. В Карачаево-Черкесии планируется разработать и внедрить автоматизированную систему в качестве единого информационного интернет-ресурса для застройщиков, что позволит получать в свободном доступе необходимую исчерпывающую информацию о градостроительных процедурах, наличие участков, предоставляемых и готовых для строительства, требуемых документах в ведомствах, их адресах и графике работы, сообщил временно исполняющий обязанности главы Карачаево-Черкесии Рашид Тимбрезов, комментируя итоги Государственного совета России и планы по развитию строительной отрасли республики. Сегодня в 10 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 24-я сессия Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии. На рассмотрение и утверждение парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в числе которых о внесении изменений в такие законы республики, как о ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, о выборах депутатов Народного собрания парламента Карачаево-Черкесии и другие. В парламенте республики прошло заседание Комитета по регламенту, мандатным вопросам и средствам массовой информации. Депутаты обсудили вопросы, внесенные в повестку дня очередной сессии, которая состоится сегодня. И в продолжение этой темы. Накануне очередной сессии расширенное заседание провел и Комитет по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и предпринимательству. Его участники рассмотрели ряд законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесии. К другим новостям. В ауле Икон Халк Ногайского района открылся новый многофункциональный фельдшерско-акушерский пункт. В новом здании ФАПа, общая площадь которого составляет около 220 квадратных метров, разместилось 17 кабинетов для осмотра и лечения пациентов, в том числе женская и мужская палаты дневного стационара. Здесь предусмотрены кабинеты фельдшера и педиатра, процедурный кабинет, стерилизационная комната, помещение для персонала, место ожидания для пациентов и т.д. Государственные инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии в эти дни проводят плановые выездные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в которых летом будут работать пришкольные лагеря. Особое внимание специалисты уделяют наличию пожарной сигнализации, эвакуационным выходам и путям эвакуации, а также исправности и наличию первичных средств пожаротушения. Сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии уделяют особое внимание и безопасности социально значимых объектов, расположенных на территории субъекта. В эти дни сотрудники оперативной группы Карачаевского гарнизона пожарной охраны посетили Карачаевскую центральную городскую и районную больницу и рассказали ее персоналу о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Новости культуры и спорта. В школе искусству из Джигуты прошел отчетный концерт, посвященный году матери и ребенка. В мероприятии приняли участие оркестры народных инструментов, учащихся народного отделения, младший хор учащихся, хореографический ансамбль «Грация», вокальная группа «А-класс», ансамбль национальных гармоник «Ритмы гор», орхестр народных инструментов «Сувенир», фортепианный ансамбль, ансамбль гитаристов и многие другие. В Карачаево-Черкесии завершился четвертый республиканский турнир по теннису, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечной войне. За два дня было сыграно 14 матчей. В финале победу одержали Арсен Каркмазов и Руслан Чомаев. Серебряными призерами стали Марат Урусов и Расул Урусов. Почетное третье место у Уали Евгомукова и Марата Темрезова. С 20 по 22 мая в Домбае пройдет Кубок Северокавказского федерального округа по панкратиону, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах сильны. Ливни с градом и шквалом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 20-25. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В горах плюс 7-12, выше 2,5 тысяч метров слабая лавина опасность. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Днем сильный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы также будут достигать 20-25 метров. А столбик термометра поднимется до 18 градусов выше нуля. Уважаемые слушатели! С 21 марта 2016 года программы всех редакций Республиканского радио теперь можно услышать на официальном сайте нашей компании gtrkkcr.ru. Оставайтесь всегда с нами на канале Радио России и на нашем сайте gtrkkcr.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нерова. Я с вами прощаюсь. Желаю доброго дня и побольше хороших новостей.